Ветер перемен. Неужели угольные дни остались позади? Что будет с целой отраслью? В стране очень много угольной генерации. И уголь в Казахстане это не только электроэнергия, но еще и тепло. Возобновляемая энергия для чистого завтра, когда Казахстан намерен наращивать зеленые мускулы. Снижение выбросов парникового газа, снижение выбросов твердых частиц, уменьшение потребления всех видов энергии, электрической, ресурсосбережения. Сила природы. Альтернативная энергия для устойчивой экономики. Хватит ли сил и средств? Мы не пытаемся развивать возобновляемую энергетику огромными прыжками. Энергия без следа. Сможет ли Казахстан прийти к углеродной нейтральности до 2060 года? Получится ли модернизировать устаревшую энергосистему страны? Включаем экологику и пытаемся разобраться. В Казахстане сверхамбициозные планы по декарбонизации и увеличению доли возобновляемых источников энергии. Мы и так наследили на десятилетия вперед. Самое время встать на зеленый путь исправления. Очень амбициозные цели у Казахстана. До 2030 года будет построено столько ВИЭ, что они обеспечат 15% генерации. Одна из основных проблем устаревшая инфраструктура. Постоянная нехватка средств в энергетическом секторе, а также преобладание угольных электростанций препятствует реализации планов по сокращению выбросов парниковых газов. В Казахстане есть проблемы с финансированием. Энергетика традиционная недофинансирована. Это связано в том числе с тем, что население и иногда промышленность не могут очень много платить за электроэнергию. И, соответственно, приходится все время находить баланс между платежеспособностью потребителей и возможностью финансировать новые проекты и модернизацию. Другими словами, нужны инвестиции, новые технологии, а также гибкие системы, способные интегрировать возобновляемые источники энергии в общий энергетический микс. Возобновляемая энергетика, ее интеграция в существующую энергосистему Казахстана является большим вызовом для энергосистемы. Поэтому важно, чтобы энергосистема была готова к тому, что неустойчивые, нестабильные источники возобновляемой энергетики будут появляться в энергосистеме. Поэтому это первый технологический барьер, который в Казахстане еще связан с тем, что еще с советского периода 70% генерации на угольных станциях, и что не позволяет быть энергосистеме гибкой. Следует также уделить внимание сетевым решениям, обеспечить эффективную передачу и распределение энергии. Но здесь также есть технические барьеры. Особенно в регионах. Региональные электрические сети зачастую являются старыми. Пропускная способность маленькая. Подстанции не готовы к тому, чтобы интегрировать возобновляемые источники. Для достижения цели в 15% возобновляемой энергии необходимы инвесторы. Своими силами добиться таких показателей невозможно. Государственная политика по увеличению доли ВИА в энергосистеме в течение уже нескольких лет стабильная. То есть принят соответствующий законопроект. Объекты ВИА, которые строятся в последнее время, они проходят через процедуру аукциона. То есть что позволяет уменьшать цену на стоимость киловатта. То есть в этом вопросе, я думаю, те инвесторы, которые заходят на рынок Азахстана, они более-менее уверены в реализации их проектов. Самый главный теперь, наверное, вопрос масштаба проекта. Для инвесторов, в том числе и иностранных, нужны стимулы. Например, фиксированный тариф представляет собой гарантированное правительством вознаграждение за производство электроэнергии из возобновляемых источников. Механизм фиксированный тариф дал старт развитию возобновляемых источников энергии. Был открыт расчетно-финансовый центр, который гарантированно скупает эту электроэнергию. В начале это было 15 лет, теперь по PPI-контракту на 20 лет. Индексация тарифа идет, повышенный тариф был утвержден. На сегодняшний день мы из фиксированных тарифов в 2018 году перешли на аукционные торги. Аукционные торги применяются во многих 57 странах. Которые успешно тоже применяются. Аукционные торги дают возможность применения наилучших технологий, потому что приходят инвесторы с наилучшими технологиями, чтобы не старые, наилучшие технологии. И прозрачность отпора проектов ВИА, потому что эти аукционные торги проходят в онлайн-режиме, в электронном формате. Это дает возможность инвесторам всего мира участвовать в этих аукционных торгах. Фиксированный тариф снижает риски для инвесторов, так как они знают, что будут получать определенный уровень дохода, независимо от изменений на рынке энергии или других факторов. Есть ряд предложений от иностранных инвесторов по развитию строительства различных станций. Сейчас Министерство энергетики должно, наверное, более четко сигнал дать, потому что недавняя информация по строительству, например, со стороны Российской Федерации трехугольных станций, она может некоторых инвесторов, наверное, отпугнуть, потому что не все будут понимать, в какую сторону движется госполитика. Поэтому здесь надо, чтобы более четко были правила игры обозначены. Уже есть чем похвастаться. В планах строительства витринных станций в Жамбылской области вместе с французами реализация масштабного проекта по производству зеленого водорода в Мангистауской области. И это только начало. Сейчас, например, западная зона полностью дезинтегрирована с остальной энергосистемой, и вопрос интеграции западной зоны поднимается. Есть даже планы по интеграции до 2030 года. Я надеюсь, что их удастся осуществить. Также есть очень много старой угольной генерации. И уголь, на самом деле, может тоже помочь интегрировать больше ВИА, если сделать угольные электростанции более гибкими. То есть если при модернизации старой угольной генерации сделать ее более гибкой, то она сможет реагировать на изменения выработки от солнца и от ветра. Самое время вносить вклад в решение множества проблем, связанных с экологией, экономикой и энергетикой. Мы не пытаемся развивать возобновляемую энергетику огромными прыжками. Мы ее делаем очень эволюционно, постепенно. И если в 2020 году мы достигли 3% доли, то на сегодняшний день уже, я думаю, по итогам года будет 6% доли возобновляемой энергетики. И это для энергосистемы уже хороший показатель. Мы по плану должны были к концу 2025 года иметь 6% доли возобновляемой энергетики, и к 2030 году уже 15%. И вот эти первые очень важные шаги, которые, с одной стороны, мы нарабатываем большой опыт по развитию возобновляемой энергетики, мы нарабатываем опыт по привлечению инвесторов, в том числе крупных международных инвесторов, холдингов, технологических компаний. Переоценить пользу развития возобновляемых источников энергии, особенно для экологии, невозможно. Все страны это уже осознали и двигаются в правильном, чистом направлении. Вот и мы, наконец, поднимаем зеленый флаг. Главное теперь его прочно закрепить. Энергетика, она должна иметь, ну, такое вот долгосрочное видение. Что будет в 35-м году, что будет в 40-м, в 50-м году, в целом в энергосистеме, поскольку нельзя развивать возобновляемую энергетику в отрыве от всей энергетики. Так вот, мы должны четко ответить себе на вопрос, сколько у нас будет угольных станций. Если мы закрываем угольные станции, что должно прийти взамен? Это газовые, допустим, станции. Хорошо, если это газовые станции, то сколько газа в стране есть и сколько можно использовать для выработки электрической энергии, тепловой энергии. Если это гидроэлектростанции, то должны быть четкие, серьезные исследования, на каких реках это делать, да, тоже планомерно. Если это возобновляемая энергетика, то, опять-таки, на каких землях, какие зоны возобновляемые энергетики, как там будут развиваться сети для того, чтобы эти возобновляемые энергетики интегрировать и так далее. Чистая энергия играет важную роль в общей стратегии энергетической безопасности и устойчивого развития Казахстана. Мы уже снижаем выбросы парниковых газов, уменьшаем зависимость от ископаемых ресурсов и ведем страну к углеродной нейтральности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова